Вот было же то, о чем вы говорите. Ну да, было. А дальше? А дальше взяли, оттяпали территорию под дома. Кто-то обогатился. Под рынок взяли, использовали теннисный код. Зачем? Брёсишь. Надо, во-первых, высказать слово благодарности людям, то, что они взяли и уже то, что оставалось, само поле большое, сохранило. И именно благодаря им мы сегодня можем говорить о новой жизни стадиона, о реконструкции. Но если вспомнить историю этого старейшего стадиона города Саратова, более 90 лет, то его границы простирались куда дальше. И вот в это время, и 90-е, и потом 2000-е, потому что вот эти дома-то появились позже значительно, вот эти вот два дома, это время, когда власть просто была не на стороне людей, не на стороне города, а разрешила использовать стадион, земли под застройку участникам и под размещение вот этого базара. Поэтому правильно было бы нам сейчас сохранить ту территорию, которая осталась, провести реконструкцию, причём современную выполненность, все работают. В этом году, во всяком случае, со своей стороны сделаю всё для того, чтобы мы восстановили два поля, вот одно основное поле, и вспомогательное. Вас прошу, если сможете, давайте мы объединим усилия с города, и каждый возьмёт свою часть ответственности. Михаил Александрович, попросим, чтобы он вывез всё то, что сейчас находится в аварийном состоянии, и очистил территорию. Вы посмотрите, учитывая, что сейчас у нас, возможно, появились дороги, надо все подходить, все те, которые сюда подходят, привезти в нормативное состояние освещение сделать, чтобы дороги были тротуарами, с тем, чтобы мы уже с вами в августе могли открыть стадион, который будет включать в себя два поля, ограждение, освещение, а за это время Михаил Александрович подготовил проект, который должен быть копией проекта того, что раньше было, но только уже с использованием новых технологий. Тем, чтобы мы сохранили и облик города, это важно. Вот просто у нас будет здесь, если хотите, одображение той эпохи, когда стадион находился в расцвете.